Никаких изменений быть не может. Смотри, Тарас, почему в ожидании? Потому что вот у меня тут было несколько эфиров. Мы разговаривали, и высказана точка зрения. Она имеет ссылку на Генштаб Украины и так далее. О том, что в общем и целом Москва ведёт подготовку к какому-то наступлению на одном из или нескольких участков по всей линии фронта. То ли это будет в Донбассе, то ли они там решаются на какие-то там выходцы с российской территории. Не знаю, с Белгорода, на Харьков, Сумах, Чернигов. Может, север. Ну, на севере там вроде накопление идёт. Мы ещё не понимаем, так сказать, какова роль Беларуси. Мы всё об этом хотим поговорить. Поэтому и в ожидании. Потому что Россия смогла подготовить какую-то часть мобилизованных. Собирается их использовать для кампании наступления. Мало того, сейчас известно, что очень непростая ситуация под Солиданом. Да и под Бахмутом она не лучше. И такое складывается впечатление, что, ну, особенно под Солидаром, где бросили этих ЧВК Вагнер, значит, военнослужащих, и просто какие-то невероятные количество потерь, во всяком случае, мы можем судить с российской стороны, там, начиная от Макеевки, то, что там произошло, и кончая, собственно говоря, то, что до нас доходит, то, что мы можем видеть, ну, и не только из украинских источников. Они вот поставили себе задачу, вот, взять за чем-то этот Солидаро Бахмут. Вот люди со стороны не до конца понимают, что вам это даст. Это два населенных пункта. Ну, хорошо, взяли они Солидаро. Ну, взяли они Бахмут. Вот это что? То есть, многие пытаются понять, а зачем тысячи-тысячи мобилизованных и зэков, и всех остальных, класть за этот несчастный Солидаро Бахмут? Ну, допустим, они взяли. Вот я помню, как это складывалось под Северодонецком или Сечанском. Вот если возьмут Северодонецком, все, конец Украине, Украина закрывается на замок, все, она теперь наша, и, значит, Путин на Крещатике танцует низкий краковек. Пробязательно вот так это все звучало. После этого в сентябре они теряют значительную часть Харьковской области потом. Херсон и так далее. И это выглядит как первую победу во многом. Зачем, на твой взгляд, вот это вот все? Зачем им Солидаро? Зачем им Бахмут? Вот в такой степени и такой ценой. Вот так я бы сказал. Ну, это первая победа была у Пира, у царя, а у Путина она скорее будет Хиро. Вот, поэтому смысл взять Бахмут и Солидаро на самом деле никакого практического смысла это не имеет. Кроме того, что это может быть личной войной, личным достижением для Евгения Пригожина, который должен в очередной раз показать, что российская армия не смогла, а он со своими наемниками смог. Ага, вот так. Это его личная персональная война, и поэтому с таким упорством и с таким фанатизмом она ведется. Действительно, сейчас они, скажем так, изменили акцент. Если до этого основной их целью операции был Бахмут, то сегодня выглядит так, что они поменяли сегодня цели этой операции. Потому что они не могут взять Бахмут, или просто это издвив какой-то фокус самого маневра Пригожина? Могут. Ты понимаешь, просто получилось так, что здесь все звезды сошлись против Путина, Пригожина и Шойгу. То есть Бахмут крайне сложный город для любой штурмующей армии. Во-первых, он находится за рекой, во-вторых, там огромное количество болот, лесопосадок вокруг него. И огромное количество, скажем так, различных точек, господствующих, с которых ЗСУ имеет возможность не только видеть передвижение, но и координировать удары артиллерии. Они поменяли сейчас тактику, надо сказать, что если раньше они атаковали большими группами, использовали, скажем так, в среднем, повзвод нашли где-то порядка 30-40 человек. Сейчас они поменяли тактику, это усложняет работу нашей артиллерии существенно. Они атакуют сегодня группами по 4, по 8, максимум по 15 человек. При этом, если они идут группами по 8, каждый из них несет РПГ, шмель обязательно и стрелковое оружие, максимум БК. РПГ это гранатомет, там тут у нас не все. Да, да, да. Ну, различных систем, но вот новшество это они еще используют. Каждый из 8 несет еще по шмелю. И максимальное количество БК, и в принципе традиционно для ЧВК Вагнера они воюют без бронежилетов. То есть они воюют вообще. А вот смотри, для ЧВК, они воюют без бронежилетов, у них нет бронежилетов или на них не тратят бронежилеты, это почему объясняется? Вот скажи, по-моему. Нет, это чисто с профессиональной точки зрения, атакуют профессионалы, это для скорости передвижения. Это очевидно, он тяжелый бронежилет, я носил, я знаю, что это такое. Чтобы взять больше БК, потому что, ну, как бы, смотри, легкий броник, он весит где-то килограммов 8, а такой нормальный метан, это 15 килограммов. Плюс каска, да, то есть вместо того, что все это тащить, они несут на себе БК. Так это и так есть, этого добиваться не нужно. Война поднялась на 7 строчек в рейтинге сильнейших армий мира. Ну что, паника, вопли, как же это так? Более того, об этом сообщает российское агентство РИА Новости, то есть государственное агентство. То есть даже этим пинают Владимира Путина. Могли бы просто не заметить, а нет, все показывают. То есть это лишний раз говорит о том, что все источники информации в России открыты и известны и понятны. И, блин, а хотели же они провести демилитаризацию Украины? Как-то демилитаризация проходит очень странно. Но самое страшное для Ольки и для всех тех, кто еще не уничтожен в районе Солидара, Бахмута и в других точках Украины, где находятся российские оккупанты, нужно отметить, что наш рывок в рейтинге сильнейших армий произошел еще до того, как был начат этот год. А этот год очень и очень занимателен. Ну, понятно, мы настолько впечатлили наших союзников поздравлением российских оккупантов с Новым годом и уничтожением в Макеевске нескольких сотен парней из Самары. Самара, ну что, скуштувала украинские земельки, падлы, да? Да, и решили кратно усилить украинскую армию. И если мы узнали только недавно о том, что 20 января будет проведен новый Рамштайн, а это, на секундочку, встреча десятков министров обороны стран антироссийской коалиции, которые сбрасываются в Украине оружием, боеприпасами, деньгами для того, чтобы защитить демократию. И да, это вот как раз та история, тот случай, когда тут нет никакой иронии. Это не защита демократии в Ираке, когда защищали демократию, а нашли нефть. У нас известно, что нефти как таковой нет. Тут просто, в самом прямом смысле этого слова, защита от возрождающегося нацизма. И этот год, он прекрасен тем, что такие гигантские вклады объявлены и реализуются в украинскую армию, что такого, конечно же, не было. То есть, речь идет, понятно, о тяжелом вооружении. И мы все читали новости о том, что самый большой за время войны грант, объем, пакет помощи объявлен президентом США Байденом. Там 3 миллиарда. И из самого такого цикавого это БМП Брэдли. И если эти машины будут последних модификаций или предпоследних, то это очень крутая техника, которой у нас нет. У нас есть БМП, но у нас далеко не все БМП оснащены приборами ночного видения, системами современными прицеливания и связи. А тут это все есть. И 50 штук это только пробный шаг. У американцев этих машин достаточно много. И 50 штук для армии, такой как Украина. И с учетом войны, которую мы ведем, это тоже совсем немного. Потому что один батальон механизированный это 31, но БМП в бригаде, 3 механизированных батальона. Ну не только механизированные, там много разных частей. Ну то есть только один батальон это 93, только одна бригада это минимум 93 БМП. Понятно. То есть я говорю, что это только начало. Но психологически изменилась история. Вот просто сейчас мы все наблюдаем, как в западной прессе, как из рога изобилия, пошли сообщения, статьи на тему, что обсуждается вопрос о предоставлении Украине танков западных. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Продолжение следует...